Всего год прошёл с тех страшных событий в Новой Зеландии, как Крайсчорч вновь повторился. На этот раз в немецком городке Ханау. Очередной ксенофоб, жаждущий стереть с лица земли все неугодные личные ему расы и религии, взялся за оружие. В ночь на 20 февраля он ворвался в одну из городских кальянных и начал методично расстреливать людей. «Мы в тот момент кушали. В кафе было где-то 10 или 12 человек. Мужчина зашёл и начал убивать, направляя оружие прямо в голову посетителям. Я спрятался за стену и получил пулю в плечо. Затем упал на пол, а на меня упали ещё несколько человек. Я увидел парня с прострельным горлом. Он сказал мне, «Брат, я не чувствую свой язык, я не могу дышать». Я ответил ему, «Произнеси шахаду». Он на последнем издыхании произнёс слова свидетельства о единобожье, а вокруг тишина. Только мы вдвоём говорили. Потом я ничего не видел, даже того, как убийца скрылся». Стрелком оказался 43-летний житель Германии Тобиас Ратьен. Убитых в первом кафе ему оказалось мало. И действуя по сценарию Крайсчорча, он запрыгнул в свою машину и поехал в соседнее заведение. Ратьен долгое время являлся администратором ультраправого сайта и имел разрешение на оружие. Но, как ни странно, спецслужбам Германии до этого не было никакого дела. И вот результат. Девять трупов. Все – нацменьшинства. Турки, курды, цыгане, болгарин и румын. Но и на этом убийца не остановился. «Машина, на которой скрылся преступник, была идентифицирована. Она записана на 43-летнего гражданина Германии из Ханау. При области квартиры отрядом быстрого реагирования были обнаружены два тела предполагаемого преступника и его матери. Было найдено орудие преступления. Сейчас полиция также исследует интернет-страницу стрелка». На похороны погибших пришли огромное количество людей. Жители Ханау оказались шокированы случившимся. И уже на следующий день организовали митинг против ксенофобии и экстремизма. В нём приняли участие более шести тысяч человек. А чудом уцелевшему в этой бойне турку скорейшего выздоровления пожелал лично президент Турции Реджеп Эрдоган. Он связался с парнем по видеосвязи. Расследование этого громкого дела продолжается. А как вы считаете, можно ли было избежать повторения этих страшных событий? Ждём ваше мнение в комментариях.